В Батревском районе подвели итоги Кокелевского международного пленера. В селе Тархана в этом году собрались художники из семи российских регионов. К примеру, одна из участниц приехала в Чувашию из Симферополя. Картины от мастеров кисти и юных дарований с трудом разместились в спортивном зале школы. В этом году участники пленера поработали на славу. На холстах узнаваемые всеми места и не только. Алатрская колокольня улицы села Тарханы. Пчелиная пасека, которую художники запечатлели в одном из дворов. Отдельная тема этого пленера – портреты земляков Алексея Кокеля. Живописцам позировали и бабушки в национальных нарядах, и молодые девушки, и мужчины. Карина Родионова на этом пленере не просто участница, а студентка Чувашского государственного университета родом из этих мест. На протяжении шести лет подряд девушка и сама встречала в Тарханах гостей из разных регионов. Теперь же ее картины встали в один ряд с работами профессионалов. Большинство своих картин девушка рисовала карандашом. Меня больше привлекает портреты, чем живопись. Мне иногда кажется, что я рисую карандашом, и потом же, когда закрашиваю портрет или пейзаж красками, то мне кажется, что я его порчу. Хотела изобразить всех жителей этого села от мала до велика. Мне просто понравилось, как они сидели, общались. Я уже давно заметила бабушек. Они каждый вечер выходят и общаются. Мне понравился этот образ, и я решила нарисовать, запечатлеть для истории. Многие из этих работ станут частью передвижной выставки, которая доберется не только до Чебоксар, но и до Казани и даже Москвы. Разместят их в экспозиции художественного музея имени Алексея Кокеля. Хотя шедевры участников прошлых пленеров стали по-настоящему востребованы. Их приобретают даже владельцы частных коллекций Германии, Франции и Китая. Возможно, что такое же будущее ждет и эти работы. А пока художникам вручили дипломы и подарки. Вообще, у Кокелевского пленера есть и другая миссия. Его организаторы вносят весомый вклад в сохранение чувашской культуры. Глава республики отметил, что гости из других регионов помогают по-новому увидеть красоту родной земли. Михаил Игнатьев подчеркнул, что благодаря этому пленеру крепнет дружба между чувашими и украинцами, несмотря на сложную политическую ситуацию. Это удивительная, действительно, находка для нашей духовности, культуры, нашего времени. Потому что не будь вот этого пленера международного, к нам бы не приезжали. К нам приезжают из Полтавы, Харькова, Чугоева, из Киева. Нам приезжают из городов преслежащих, из Мордовии, из Татарской республики, из Пашкортостана, из Ижевска. Приезжают от многих городов, и при этом не просто художники начинающие, художники уже имеющие народные звания.